Практически 4 месяца 6 районов Харьковщины оставались без председателей. Этот болезненный вопрос для области накануне решил президент. Своим указом он назначил новых руководителей. Несмотря на то, что некоторые новоиспеченные главы в прошлом ярые оппозиционеры, все кандидатуры губернатор одобрил лично. Я всегда руководствуюсь принципом, двумя. Один из этих принципов мне при назначении сказал президент. Говорит, не смотри ни на что, кроме профессиональной подготовки людей. Объединяй вокруг себя всех, кто может усилить тебя и твою команду. Не смотрите, кто с кем дружит, смотрите, как люди умеют дружить. И делайте из этого вывода. Так руководителем Красноградского района стал Роман Квартенко. Ранее он был начальником областного управления окружающей среды. Председателем Змеевского Ваграм Гулян, экс-директор Харьковского отделения Укрпочты. В Алковскую администрацию возглавил экс-председатель райсовета Александр Холодный. Главой Сахновщинского района стал Виталий Яковенко, Кигичевского Сергея Синок, Дергачевского Андрей Руденко, бывший руководитель Салтовского хлебзавода. Сегодня их официально представили сотрудникам администрации. Андрей Руденко уже определил ряд проблем, которые собирается решить в своем районе в первую очередь. Во-первых, недострой по больнице раз. Нужно принять решение, в каком направлении двигаться и как мы будем задействовать данное учреждение. Потому что назначение еще не решено. Вторая ситуация – это газификация тех районов, которые не газифицированы. Для этого тоже нужны средства. Я думаю, что мы их изыщем. И благодаря депутатам Верховной Рады непосредственно их найдем. Дальше вопросы, связанные с доставкой детей в школы, в садики. По мнению чиновников, назначение новых председателей решит и наболевший вопрос проведения традиционных маслячных гуляний в Короповых хуторах. Это в Змеевском районе. После увольнения с должности Евгения Мураева заниматься праздником было некому. Вся организационная составляющая для нас понятна. И если руководство новое Змеевского района примет такое решение, то мы готовы будем организационно им помочь. И в Близнюковском, и в Первомайском районе уже собираются проводить свои мероприятия. Но чиновники обещают проводом зимы на Харьковщине быть. И даже если не в Короповых хуторах, то в других районах области и в самом центре города с 10 по 17 марта народные гуляния обязательно состоятся. Юлия Черная, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова